Понятно, что часто для зрителя обилие деталей становится тоже болезненным опытом. По крайней мере, если этот зритель по случайности клиент, он понимает, за что он платит деньги. И здесь, в моей любимой Элвис-студио, ни разу мне не удалось рассмотреть их до конца, ни разу мне не удалось, не сбившись, изучить все ситуации, которые там придуманы. Но я думаю, что можно говорить о том, что здесь не такой уж большой эмоциональный труд. Никакой нет эмпатии по отношению к этой рыбе, которая бьет молотко, палец по голове. Мы просто играем в эту интеллектуальную игру, мы просто изучаем детали, мы просто подвергаемся некому гипнозу, который эта картинка нам дает. И на самом деле это очень характерно для работ художников-аутсайдеров. То, что называется арт-брюд, то, что называется аутсайдер-арт, часто эти работы начинаются с сильной эмоции, с сильного желания просто потратить время на рисование. На самом деле они часто начинаются с сильного невроза. Просто этот человек таким образом компенсирует, ну не компенсирует, а просто усыпляет сам себя, гипнотизирует сам себя, чтобы не чувствовать каких-то неприятных ощущений. И если там и есть интеллектуальный труд, то он минимален. Обратите внимание, эта работа Эрика Фенга, она по эстетике очень похожа, не очень хорошо видно, но это тоже такие линии. Я не знаю, заимствовал ли Фенга решение у этого художника пыльного, но там есть какое-то явное сходство, при этом понятно, что она совсем по-другому устроена, другое впечатление производит. Инструменты вроде почти те же, эстетика почти та же, но каким-то образом он просто выходит из этой ситуации самогипноза, придумывает этот сюжет, возникает этот образ смешного странного мальчика, полупрозрачного какого-то робота. И несмотря на сходство эстетик, опыт для нас совсем другой. А вот эта характерная история про аутсайдер-арт, во-первых, мы очень хорошо считываем, как именно она сделана, это просто такое спонтанное рисование, заполнение бумаги линиями и так далее. Даже есть термин на самом деле для таких художников space-feelers, то есть заполнители пространства. Они просто берут лист и заполняют его, и каким-то образом эта фактура устраивает их, она им нравится, им нравится процессом, и мы вместе с ними переживаем заново этот процесс, от него кайфуем. При этом на самом деле мы можем найти художника, который работает по совершенно другим принципам, но это не значит, что они не вкладывают такого же количества труда физического. Просто Эмма Ларсон, скорее всего, на одну такую прекрасную работу она выкидывает тонну бумаги. То есть чтобы один раз у нее все получилось, правильно растеклась краска, ничего не поползло туда, куда ей не надо. С другой стороны, технология, которая она пользуется, она позволяет превращать эти ошибки, какие-то проблемы в ходы, и она их потом развивает. Но еще раз, эта штука производит в течение огромной легкости, но при этом за ней стоит большой труд. Ну вот великий русский иллюстратор Митурич, любимейший мой, наверное, тот художник, из-за которого я стал иллюстратором и вообще захотел рисовать, про него прямо известно, что на каждую картинку, которая сделана буквально с считанными мазками, он выкидывал простопки бумаги, потому что не было фотошопа, он не позволял себе что-то вправить белилами, важно была эта спонтанность. Он был большой любитель японских и китайских акварелистов, которые как раз славятся своим минимализмом и точностью при этом. И он как бы перенес это из такого натурного рисования в фигуративную иллюстрацию и достиг в ней невероятных успехов, мне кажется. То есть, несмотря на то, что эта вещь сделана в начале 70-х, если не ошибаюсь, она совершенно не устарела, потому что опыт, который он нам дает, он очень острый. Другое дело, что сейчас, несмотря на то, что компьютер вроде позволяет нам вытачивать такие штуки очень хорошо, мало кто ставит перед собой такие задачи, мало кто вообще способен создать для зрителя впечатление не просто ясности и простоты, а именно свежести, воздуха, легкости, спонтанности, точности и так далее. Самым важным, мне кажется, эмоциональный труд. Мы его часто недооцениваем, хотя с него все начинается. Мы часто просто не останавливаемся на том этапе, когда мы говорим себе, секундочку, что я сейчас переживаю, почему я вообще затеял эту картинку. Понятно, что мы сейчас находимся на мероприятии, посвященном графическому дизайну или современному технологию в дизайне, и в иллюстрации тоже мы чаще сталкиваемся с ситуацией, когда нам спросят что-то сделать. Но на самом деле, еще один вопрос, который мне часто сдают, и на который я отвечаю всегда одинаково, как совмещать коммерческий успех и творческий успех. Это ложная дилемма, друзья, это ложная дихотомия, потому что мы на самом деле единственный путь, который мне кажется законным и правильным, вернее так, даже не законным, а просто эффективным, это сначала найти творческий успех, потом на те вещи, которые мы сделали, накопить аудиторию, а среди аудитории заводится клиент. Клиент — это просто частный случай зрителя. И все истории успеха художников, которые я знаю, устроены так. Человек сначала, ну, вернее так, все истории успеха художников, которые делают что-то, что мне хочется смотреть, они просто генерируют какие-то коммерческие, успешные, профессиональные штуки. Вот, они устроены так. То есть это путь от творческого успеха коммерческого. Обратный путь не работает никогда, его просто не существует. От коммерческого успеха к творческому прийти нельзя. И вот, и поэтому, собственно, вопрос, главный состоит в том, какие эмоции запускают наш творческий процесс. Художник, ну, там, иллюстратор, вообще график, и особенно в том, что касается рисования, в первую очередь, в том, что касается рисования, он всегда как бы перед зрителем находится голый, он всегда как бы сообщает зрителю что-то о себе, что дизайнер не всегда готов сообщить. То есть дизайнер всегда общается с зрителем через некую маску, через некий откуда-то, ну, там, заимствованный или там созданный каким-то образом, но они всегда гораздо более холодные. Рисование всегда обладает силой вот этой передачи эмоций гораздо более прямой. И в этом смысле, как бы, рисование – это гораздо более интимный процесс, и именно поэтому в гораздо большей степени требует как бы осмысления своих, как бы, эмоциональных процессов. Начинается все с эмоционального труда, и он, на самом деле, диктует, какие мы ставим перед собой и перед зрителем интеллектуальные задачи, и как именно нам распределять свои физические усилия. Ну, в связи с этим не могу не назвать художника Бен Шана, это один из вообще тоже любимейших, один из святых, да, современной графики. Он, может быть, не такой изобретательный, но он очень, как бы, подвижный, да, в смысле техник и так далее, и в выдумке какой-то своей. Но самая главная его сила – это эмоциональная сила. И важно про Шана знать, что он одновременно известен как великий американский фотограф, который во время Великой депрессии ездил по стране, собирал фотографии, ну, там, стачечников, каких-то голодных детей, да, там, бедных семей. И после этого он брал свои фотографии и, как бы, переводил их в рисование, да, то есть он, как бы, срисовывал свои собственные фотографии. Спрашиваю, зачем это ему было надо? Ровно за тем, чтобы усилить их эмоциональную составляющую, да, ровно за тем, чтобы не дать фотографиям быть просто, как бы, пассивным слепком с действительностью, да. То есть сила именно, ну, Шана в том, что он добавляет к своим фотографиям, к своим зафиксированным, как бы, этим точкам, огромную любовь к этим персонажам, огромное сочувствие, огромную эмпатию, да, и, на самом деле, ну, если вы посмотрите, там, какое-то количество этих работ, вы это почувствуете. Есть какие-то художники более, там, вредные. Заметьте, что я не показываю художнику, который мне хочется дать в лицо, ну, просто, чтобы не тратить на них время, вот. Иногда это просто действительно очень умелые художники, да, и даже больше того, очень умелые художники как раз чаще оказываются неприятными людьми, потому что в вот этой, как бы, демонстрации умелости, да, в ней, как бы, пропадает эмоциональная составляющая. Потому что часто художник, будучи как большим мастером, начинает нам скармливать не эмоции, не интеллектуальный труд и не физические усилия, а именно то, как здорово он умеет, там, не знаю, как он знает анатомию головы или что-нибудь в этом духе. Вот, ну, я сейчас не хочу никого обидеть, да, речь просто про то, что я специально за скобками этого разговора оставляю вопрос о скиллах, да, вопрос об умении. И, ну, если вы посмотрите, опять же, работа Шана, так как бы не ленива, да, понятно, что он на самом деле блестящий рисовальщик. И некая наивность в его работах абсолютно осмысленна, и она, как бы, это и есть то интеллектуальное усилие, которое наследует эмоциональному, как бы, задачам, да, которая требует... Эмоциональная задача требует того, чтобы эти работы не были слишком умелыми, да, чтобы они не были слишком точными, чтобы в них чувствовалась вот эта, как бы, немножко детская рука, да, которая, ну, ошибается, может быть, да, которая просто описывает этот мир каким-то взглядом, ну, ребёнка незамутнённым, да, ну, без иронии, да.